Всем привет! Не совру, если скажу, что сейчас каждая третья машина ездит на китайской резине. И ведь китайская резина стала популярной еще до ввода санкций и введения вот этих запретов на ввоз других популярных иностранных брендов. Так, получается, дело-то не в безысходности. Так почему люди выбирают китайцев? Чем они так хороши? Смотри до конца это видео. В нашей стране слово китайский имеет достаточно негативный такой оттенок. Многие уже неоднократно обожглись, встретились с каким-то подпольным низкокачественным Китаем. И сейчас думают, что Китай в целом все плохо. Такой вот стереотип в стране. Да, действительно, в любой категории товаров есть такие продукты, которые оставляют желать лучшего. А что конкретно с шинами? Наша компания на рынке работает уже почти 12 лет. Мы пытались ввозить разные китайские бренды и уже точно знаем, какие стоит брать. К слову, мы очень любим бренд Ceylon. Уже являемся его одним из крупных поставщиков в нашей стране. Почему, собственно? У него есть несколько таких масштабных сертификатов. Это несколько американских, несколько европейских сертификатов. Это подтверждает его качество и пригодность для езды по дорогам почти по всему миру. Но вернемся непосредственно к шинам. В чем же их преимущество? Давайте разбираться. Самое первое, очевидно, это цена. Почему такая цена низкая? Ведь дорога дальняя. Представьте, из Китая до Владивостока по морю. Из Владивостока контейнеры. Каждый контейнер отдельно будет ехать сюда. То есть расходы-то по большому счету огромные. Ну, откуда цена такая низкая? Цена будет ниже в первую очередь, потому что в Китае дешевое налогообложение, дешевая рабочая сила. Конкретно заводы имеют свое крутое оборудование, уже полностью свое. У них есть свои плантации каучука, которые позволяют за счет этого регулировать цену. Кроме этого, завод Ceylon имеет господдержку. Именно это и позволяет сократить расходы и получить хорошую низкую цену для нас, как для конечного покупателя. Если что, такие крупные гиганты, как Pirelli и Michelin, также имеют заводы в Китае по тем же самым причинам. Вторая причина – это качество. За качеством следит непосредственно конкретно научно-исследовательский центр в Китае, который находится при заводе Ceylon. Они добавляют буквально сразу, как только появляются новые технологии. Они закупают специально крутое оборудование у каких-то гигантов в этой сфере, у того же Pirelli, у того же Michelin, чтобы их шины были максимально крутыми и могли соперничать с ними. В свое время, когда выходила машина Bugatti Veyron, она очень сильно поругалась с компанией Michelin. И тот почти обанкротился из-за того, что он не мог предоставить вот все секунды, вот прямо сейчас, шины, которые подойдут на такой мощный автомобиль. Да, они потом это сделали, шины придумали. Но тут у Ceylon пока, насколько я знаю, нет такого продукта. Давайте разберемся. Ну вот такая крутая машина, как Bugatti Veyron, она же одна из нескольких супермощных суперкаров. А остальные-то ездят на обычных автомобилях со скоростью, сколько, 200-220 км в час. Китайские шины с этим более чем справляются. Скажу прямо. Ceylon не лучшая резина в мире, но точно лучшая за свои деньги. Третья причина. Комфорт и безопасность. Китайские специалисты достаточно быстро поняли, что нельзя продавать одни и те же шины по всему миру. И поэтому они стараются сейчас адаптировать на каждый рынок шины со своим уклоном, чтобы они были пригодны для своей климатической зоны. В результате мы получили шины, которые пригодны для езды по нашим дорогам. При этом они достаточно мягкие и комфортные и с отличным сроком службы. Четвертая причина. Это опыт эксплуатации. Китайская резина так давно возится уже конкретно в нашу страну, что она банально проверена. Одна и та же модель привозится из года в год. Люди ее тестируют. И, следовательно, оставляют положительные отзывы, которых уже более тысячи. До сих пор не верите, что шины из Поднебесной заслуживают доверия и точно стоит их приобрести? Вот вам такая информация. Авторевью. Привели такой глобальный масштабный тест покрышек. Сравнили китайских производителей и именитых популярных дорогих брендов. В частности, за китайцев выступали компания Cylon и GT Radial. За компанию вот этих вот крутых пацанов. Michelin, Continental, Nokian. Ну, все понятно. По правде говоря, китайцы-то проиграли. Но разрыв был по итоговому баллу всего в один балл. То есть, шины-то выходят отличные. А учитывая разницу в цене, вот по сравнению с дорогими брендами, вот этот в полтора, в два или больше раз, складывается впечатление, что шины точно стоят того. Почему я и сказал, что по соотношению цены-качества китайцам равных нет. Кстати, интересный факт. В одном из тестов, где нужно было проехать по ледяной дороге, Cylon проехал на 2,5 секунды быстрее, чем этот топовый дорогой Michelin. Так что точно не стоит думать плохо про весь Китай. У него есть очень достойные представители. А если вы до сих пор не знаете, где купить крутые, качественные китайские шины, переходите на наш сайт 4колеса.онлайн. Ссылка в описании. Кстати, напишите в комментариях свой опыт езды на китайских шинах. Как вам?